Next Stage, Next Stage, Next Grade, Next Wave Располагайтесь поудобнее и да начнется четвертый выпуск интересной PS3 Я не просто так поприветствовал поколение Next Потому что если вы знаете, что это значит, то этот выпуск прежде всего для вас И посвящен он будет теме, которая с одной стороны уже, конечно, набила оскомину А с другой стороны, ну, кто виноват, что тогда, когда для большинства зрителей моего канала деревья были большими Разработчики из океана и из страны восходящего солнца понаделали так много годных вещей И четвертый выпуск будет посвящен тем, кто даже играя на современных консолях Все-таки предпочитает не забывать о том, с чего все начиналось И, пожалуй, без лишних слов я больше не буду растекаться в воспоминаниях И представлю первую игру, но все-таки отниму еще у вас буквально несколько минут Чтобы поговорить о самом важном Я уже рассказывал вам про школу брейк-данса Мосбрейк И я знаю, что многие из вас любят видеоигры, кино и прочие гик-штуки И я знаю, что у многих из вас есть дети И этим детям нужно физическое развитие И давайте я объясню вам, что сегодня здесь происходит Всем привет! Мы с вами находимся на новогоднем концерте школы брейк-данса Мосбрейк Дети только что показывали шоу от каждого зала У нас больше 10 залов по Москве Все преподаватели подготовили ребят И они показывали шоу, это было просто супер И, между прочим, брейк-данс недавно вошел в олимпийскую программу То есть он стал олимпийским видом спорта Что значит? То, что он признан на всех уровнях На государственном и на мировом Мы на новогоднем концерте школы Мосбрейк У нас тут один на один шоу-программы Два на два взрослые Атмосфера нереальна Все круто У нас занимаются и мальчики, и девочки С самого раннего возраста С пяти, с шести лет И развиваются, и танцуют, и все получается Вот такое мероприятие сегодня здесь происходит Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок развивался И, кроме всего прочего, он находился еще внутри Очень клево субкультуры Отдавайте его заниматься брейк-дансом И Мосбрейк – это отличная школа Танцуйте все брейки, гордитесь этим Да, говоря про относительно современную консоль Я немного погорячился Старушка PS3 уже заметно сдает позиции По отношению к консолям сегодняшнего дня И в Bionic команда Это, с одной стороны, сразу бросается в глаза А с другой стороны Ну, посмотрите, ведь неплохо же выглядит игра Учитывая ее возраст и мультиплатформенность Достойная анимация Местами довольно приятно свет отражается от поверхностей В общем, вполне все на уровне выглядит И если вы вдруг не в курсе Bionic команда – это серия, ставшая классикой Да, эта игра не пользовалась у нас какой-то бешеной популярностью Но многие думы о ней слышали Она начала свой путь еще в 1988 году с аркадных автоматов И в итоге посетила не одну платформу От NES и Game Boy до консолей предыдущего поколения PS3 и Xbox 360 На которых серия представлена в том числе и этой игрой Также игра выходила и на PC Разработана и выпущена игра по заказу небезызвестных Capcom А это как-никак говорит о некотором качестве продукта И действительно, несмотря на то, что игра считается проходной Она довольно неплоха и достаточно оригинальна Благодаря своей не самой обычной механике Построенной вокруг бионической руки главного героя Которая помогает ему цепляться за здания и тяжелые предметы Также существенный плюс в игре – это хорошая музыка Если вы интересуетесь видеоиграми как культурой И предпочитаете хранить кусочки этой культуры у себя на полках Эта игра, я считаю, в коллекции быть должна Хотя бы когда не самой посредственной серии Игра уже далеко не одна из первых в серии И действительно вполне годная для того, чтобы в нее поиграть Внутри коробки, кроме диска, черно-белый мануал и больше ничего Номер издания BLES 00465 А следующая игра, о которой пойдет речь, будет мила фанатам Конона и рыжей Сони Golden X Beast Rider Последняя из выходивших на данный момент игр под легендарным названием Golden X Также стартовавшая на аркадных автоматах Ну а после где и в каких вариациях только не выходившая И вот теперь она добралась до седьмого поколения консолей В чем-то потеряла, в чем-то приобрела, но добралась Вообще эту игру принято ругать И возможно есть за что, но я бы порекомендовал Каждому интересующемуся попробовать поиграть в нее самому И составить собственное мнение Я склоняюсь к тому, что оно тут не может быть однозначным Как бы там ни было, а принадлежность к легендарной франшизе Делает свое дело, превращая этот диск в желанный экземпляр В коллекции любого геймера Чей стаж начинается с эпохи 8 и 16-битных консолей Как и прародитель, эта игра является слэшером Но и в этом слэшере есть некоторые собственные фишки А также некоторые отсылки к своему классическому воплощению Есть гномы, дающие здоровье и ману Если есть мана, значит и магия на месте Как на месте и еще один элемент, являющийся неотъемлемой частью серии Поездка на разных животных и драконах Главным же отличием игры от предшественников И главным же недостатком я бы назвал невозможность выбора персонажей В классических играх всегда был выбор Тут же управлять дают только воительницы Тайрис А экса Батлера и гнома Джулиуса можно увидеть только в катсценах Игра изначально должна была выйти только на Xbox 360 Но по какой-то причине стала мультиплатформой И вышла еще и на PS3 Графика игра не блещет, но и сильно глаза не режет А дизайн персонажей, особенно врагов, мне и вовсе нравится Выглядит брутально и аутентично В российском издании на русском языке только документация Сама же игра на английском Оформление, на мой взгляд, годное Особенно радует внутренний арт Он не просто есть, но еще и действительно красивый Номер игры BLES00391 Prince of Persia HD Trilogy Еще один физический представитель величайшей игровой серии Берущий начало в 89 году прошлого века И не теряющий популярности и по сей день Через какие только платформы не прошел принт своей осторожной поступью От Apple II до Amiga От мобильных игр на Yava до Nintendo DS И разумеется не обошел консоль под номером 3 от Sony И тут у нас диск из серии Classic HD То есть да, это переиздание трех игр с PlayStation 2 И вообще предыдущего поколения на консоли PlayStation 3 в HD разрешении Итак, как я уже сказал, это переиздание трех игр с консолей предыдущего поколения И все эти игры в свое время стали большими хитами И буквально вдохнули новую жизнь в уже подзабытое название Prince of Persia Первой ласточкой была Prince of Persia и пески времени И это был первый удачный перевод франшизы в 3D Выходившая до этого игра Prince of Persia 3D на ПК И она же с подзаголовком «Арабские ночи» на Dreamcast'е Была, конечно, полным провалом А тут, в общем-то, все отлично В ремастер-версии игра только похорошела И если закрыть глаза на угловатую графику, которая, к слову, на момент выхода игры была очень даже хороша И несколько уже устаревшую механику, а это действительно ощущается То это по-прежнему отличная игра И как самостоятельное произведение, и как Prince of Persia Все на месте Акробатика, бои со стражниками и восточный колорит Ну и, конечно, главной фишкой игры стала возможность отматывать время назад при неудачном действии Прием, который позже станут использовать в куче других игр Мне даже кажется, что эта перемотка разделась как идея не сразу Все же трехмерный принц только делал свои первые шаги И отработать точное и отзывчивое управление было не так-то и просто Вследствие чего герой довольно часто тут гибнет из-за каких-то нелепых ошибок Так вот и кажется мне, что перемотка эта пришла как решение проблемы с не самым удобным управлением И игра от этого действительно выиграла Вторая игра на сборнике Prince of Persia Warriors Within В целом это тот же принц, снова, но с еще более похорошевшей графикой Игра, в принципе, с подтянутыми текстурами выглядит почти как какая-нибудь ранее мультиплатформа поколения PS3 и 360 бокса Принц стал слушаться гораздо лучше Боевая система стала как будто попроще Появилось больше стелс-элементов И, конечно, добавились новые элементы паркура И в этом принце особенно острый этот паркур и ощущается Я сам не фанат такого жанра, но играть в игру все равно приятно И я даже могу порекомендовать это сделать тем, кому нравится франшиза Которая после Wario Ruthen получила продолжение с подзаголовком Two Thrones То есть, говоря русским языком, Тватрона И вышла игра еще краше прежней Особенно учитывая то поколение консолей, на котором выходил оригинал Даже без HD разрешения игра выглядела отлично Ну а уж тут и вовсе придраться особо не к чему Графика для своего возраста хороша Геймплей, динамичная боевая система, стал чуть проще Но выглядят все действия главного персонажа все так же эффектно В общем, великолепная игрушка, играть в которую и сейчас одно удовольствие У меня есть российское издание этой игры В котором, кроме локализованной обложки и мануал Ничего российского больше и нет И те из вас, кто наиболее наблюдателен На обложке наверняка заметили ту же надпись, что видели в прошлом выпуске Когда я рассказывал о сборнике Сыко и Shadow of the Colossus Да, я про надпись Classic HD Именно это надписи объединяет между собой 14 дисков Заполучить которые в коллекцию хочет, наверное, каждый Кто любит и хоть немного собирает игры для PS3 И давайте я вам прямо сейчас покажу все 14 штук Чтобы потом мы уже не застряли на этом внимании И вы знали, что в коллекцию Classic HD входят следующие игры Собственно, это Prince of Persia, Ico и Shadow of the Colossus, о котором я говорил в выпуске под номером 3 Сборник Hitman, в который вошли три части Hitman 2 Silent Assassin, Hitman Contracts и Hitman Blood Money Единственная сингловая игра в Classic HD Первая часть Killzone Сборники от Хидео Кодзима с играми Zone of the Enders И сразу с тремя частями легендарный Metal Gear Solid Sons of Liberty, Snake Eater и Peace Walker Еще один шпионский сборник с тремя частями Splinter Cell Первой частью Pandora Tomorrow и Chaos Theory The Tomb Raider Trilogy, включающую в себя игры Legend, Underworld и Anniversary Трилогии о еноте-воришке по имени Слай Куда входят Слай Ракун, Слай 2 Band of Thieves и Слай 3 Honor Among Thieves Еще одна трилогия, на этот раз по вселенной Джека Декстер Где помимо первой части есть еще и Джек 2 и Джек 3 Зубодробительная серия Devil May Cry и первые три ее части Еще одна трилогия более детских игрушек Ретчет и Кланг Вторая и третья части легендарного хоррора Silent Hill И God of War Collection Volume 2 Включающие в себя игры, выходившие не на PlayStation 2, как все предыдущие сборники А на портативке PSP И это игры Chains of Olympus и Ghost of Sparta А вот God of War Collection Volume 1 На которой есть первые две номерные части God of War в HD разрешении По какой-то причине к Classic HD отношения не имеет Вот такие странные обстоятельства А теперь мы снова вернемся к восточному колориту И будем дальше смотреть, к чему пришла серия Принцев Перси А пришла она к одноименной игре без всяких подзаголовков Конкретно эта игра была ничем иным, как очередным перезапуском серии Состоявшимся в 2008 году Это не эксклюзив, игра выходила на всех основных платформах своего времени Но это определенно уникальная игра Я бы назвал ее самой стильной из существующих на сегодняшний день Принцев Достигнут этот уникальный стиль благодаря технологии Cell Shading При этом очень хорошо реализованной По игровому процессу же все чуть более стандартно для серии Много беготни, паркура и лазаней по отвесным стенам Из небольших фишек перчатка на одной руке главного героя, позволяющая цепляться и скользить вниз по стенам И тот факт, что всю игру за героем по пятам будет следовать красивая девушка С которой, как водится, придется разным образом взаимодействовать Бои с врагами, кстати, происходят не так уж и часто И в этом есть сходство с тем самым первым Принцем Персии А вот акробатика на первом месте, как я уже и говорил Сейчас на ваших экранах английская версия игры, но существует и российское издание полностью на русском языке Номер моего европейского издания BLES 00389 Из примечательного присутствует внутренний арт, а вот мануал черно-белый Но это не единственное издание этой игры, помимо разных стилбуков и коллекционок Было еще и издание с альтернативной обложкой, и такое издание уже встречается гораздо реже предыдущего Я бы даже сказал, что временами за ним придется поохотиться, если пожелаете заполучить себе такое же Но в принципе обложка это единственное отличие Все внутренности издания, как и версии самой игры, так же как и номер этой версии с предыдущей абсолютно идентичны Ну и заключительная игра в серии, выходившая на PS3, Принцов Персия Забытые пески Глядя на первые кадры этой игры, отчетливо видно, что это, конечно, мощный и дорогой проект Визуально Принцов Персии никогда еще так хорошо не выглядело, причем как в катсценах, так и в геймплейной своей части В этой серии разработчики снова решили вернуть фишку с перематыванием времени назад в случае, если вы промахнулись при прыжке через очередное препятствие И в общем и целом сделать этого Принца более похожим на то, что мы уже видели в трилогии, выходившей на сборнике Classic HD Только тут весь процесс, благодаря современным на тот момент тенденциям, доведен практически до идеала Никаких нареканий игра вообще не вызывает Сюжет подается бодро, зрелищно и заставки смотреть интересно Поединки масштабные и также зрелищные Ну и картинка радует глаз Так что любители подобного сеттинга вполне могут получить от игры очень большое удовольствие Особенно те, кому больше нравится сражаться, нежели паркурить Так как тут в моменты битв с врагами игра превращается в чистый слэшер, причем добротный На этот раз у меня в руках российское издание, полностью на русском языке Издание максимально простое, тоненький ЧБ мануал и никаких внутренних принтов Номер BLES00906 Следующий персонаж, именем которого названа игра, начал свой путь также в конце 80-х годов прошлого столетия И потом перебрался на консоли всех поколений 8-битный, 16-битный, даже 32-битный И многие из видавших виды геймеров наверняка сразу же поймут, о ком я говорю Как только я покажу несколько кадров из одной из версий этой игры Да, все верно Следующий герой, который сквозь время добрался до консоли PS3 Это герой по имени Strider Hero Главный герой игры с названием внезапно Strider Одна из отличительных черт серии игр Strider Это, конечно же, нескончаемые акробатические тюды Которые Strider Hero способен выполнять на пути к исполнению своих миссий Как бы они не менялись от серии к серии Вторая отличительная черта — это неизменный клюквенный сеттинг Всегда действия игры происходят в футуристической казахской ССР Отчего советские атрибуты то и дело бросаются в глаза при прохождении И эта версия игры, вышедшая в 2014 году на всех актуальных платформах Правда, в основном цифровом виде исключением не стала По своей структуре игра является так называемой Metroidvania Где вы, пробираясь по закоулкам футуристического и мрачного казахграда Находящегося под правлением советов Занимаетесь всем тем, чем занимаются в Metroidvania Прокачивайте главного героя, открывайте новые способности и умения Благодаря этому открывайте новые территории, на которых вас подстерегают новые враги И главное — новые боссы Иногда эти боссы выглядят очень эффектно, иногда довольно скромно Но бои всегда очень динамичные Все это происходит под бодрую музыку и хорошее звуковое сопровождение И несмотря на некоторое однообразие локаций, игра, конечно, топовая Она не очень длинная, надоедать не успевает, а вот удовольствия доставляет немало И если подобный жанр это ваше, то рекомендую игру не пропускать Ну а если вы хотите ее себе на физическом носителе для своей любимой старушки PS3 То ищите ее в Японии, ибо выходила она только там Но не пугайтесь того, что на обложке, так же как и на каких-то вкладышах и бумажечках Находящихся внутри коробки, вы не видите ни одного английского слова Сама игра на английском, и никаких сложностей в ее постижении не возникает Номер японского издания BLJM 61153 Я рад, что наконец-то у меня появилась возможность добавить в выпуске интересное PS3 еще один жанр И это жанр файтинг И файтингов, которые добрались до наших дней из тех самых времен, на самом деле не так уж и мало Но самые главные конкуренты это всегда, конечно, были Street Fighter и Mortal Kombat И первым из Mortal Kombat'ов, вышедшим на консолях седьмого поколения, стало Mortal Kombat против DC Когда впервые запускаешь эту игру, особенно режим истории, где выбираешь истории Mortal Kombat Кажется, что эта часть серии не что иное, как настоящее продолжение, причем очень даже неплохое Но при ближайшем рассмотрении, особенно когда появляются герои DC, понимаешь Нет, игра все-таки пусть и достойная, но с Mortal Kombat'а имеет куда меньше сходств, чем хотелось бы Во-первых, она довольно неторопливая, и даже самые быстрые персонажи, такие как Лю Канг, например Ощущаются тут настоящими тяжеловесами И как бы ты ни хотел по-быстрому одержать победу над очередным противником Эти неповоротливые танки все равно превратят бой в размеренное и неторопливое действие Но к этому привыкаешь, и удовольствие от процесса все-таки получаешь А вот к чему привыкнуть сложнее, особенно помня о причастности игры к вселенной Mortal Kombat Это к тому, что игра изрядно потеряла в жестокости Да, кровь никуда не делась, но все остальное, даже знаменитые фаталити, стало куда мягче Какие бы добивания ни производились, кровью в них практически не бывает Даже в ситуациях, когда, казалось бы, это самой кровью должно быть забрызгано все вокруг Одессишные герои, если это именно герои, а не злодеи, и вовсе фаталити не делают Предпочитая им героические бруталити, после которых оппоненты явно не умирают, а лишь испытывают определенные страдания В общем, сама игра-то на самом деле годная, но до настоящего МКИ все-таки далеко У меня имеется два разных ее издания Первое – это обычное издание, выходившее у нас в России Но на русском тут только обложка и мануал Сама игра не локализована Мануал, кстати, цветной и довольно подробный, из тех, что вполне интересно листать Второе из изданий – Steelbook Как видите, моя копия довольно потрепана, но учитывая, что сейчас это не очень часто встречающийся и не самый дешевый Steelbook Я доволен тем, что имею Внутри довольно красивый арт, на котором друг другу противостоят Скорпион и Бэтмен А еще в комплекте, помимо мануала, должен быть постер, но, увы, у меня отсутствует И то, и другое издание, кстати, пронумеровано одинаково – BLES00441 И Steelbook не помечен никакой дополнительной буквой, как это было, например, в случае с Beyond Two Souls Если не понимаете, о чем я, посмотрите предыдущий выпуск А до начала рассказа о следующей игре я хочу предоставить слово метру всех детей 90-х – Сергею Супоневу Который и напомнит, чем является игра Mortal Kombat Итак, Mortal Kombat Ну, о технической стороне Mortal Kombat в формате Super Nintendo рассказывать особенно нечего Напомню, что Mortal Kombat – Смертельная атака – самая киношная игра из всех существующих в природе компьютерных игр Да, именно так Именно в этой игре художники, режиссеры и мультипликаторы, ну и, конечно, программисты Попытались перенести все действие в формат максимально приближенной к кинематографической картинке Видите, как играют мышцы на руках наших персонажей И как все это похоже на любимые наши обожаемые Двойной удар, кровавый спорт и так далее и тому подобное Не знаю, как насчет двойного удара и кровавого спорта, но уверен, что создатели версии Mortal Kombat 2011 года А именно тогда вышла эта игра При ее разработке немалое внимание уделили тому самому, уже ставшему культовым фильму 1995 года Видимо, понимая, что если они не примажутся к старшему поколению И сделают просто современный файтинг без оглядки на прошлое Не миновать им волны негодования от старичков И в итоге перед нами, на мой взгляд, прекрасный перезапуск культовой франшизы Да, ту самую киношную картинку, о которой говорил Сергей Супонев, игра потеряла Но она вернула игрокам главное Очень бодрый и зубастый геймплей Дружелюбный к новичкам и приносящий удовольствие олдовым геймерам Те самые фишки, благодаря которым серия когда-то и прославилась А именно тотальная жестокость, кровища и фаталити никуда не делись И в совокупности с новым на момент выхода X-Ray режимом смотрятся еще брутальнее При первых просмотрах подобных анимаций иногда даже ловишь ощущение того Как внутри как будто что-то сжимается Если вы понимаете о чем я Кроме того, как я уже сказал, визуальная игра явно опирается Как на первые игры серии, так и на тот самый фильм Отчего так или иначе, то и дело в голове мелькают мимолетные флешбеки Ростер тоже не подкачал и набор ставших культовыми персонажей Отлично дополняется еще несколькими бойцами, ставшими бонусными Первые три это новичок серии Scarlet Рейн, появившийся впервые в аркадной Ultimate Mortal Kombat И Кэнси, появившийся в МК Deadly Alliance Но эти трое, честно говоря, меня интересуют в меньшей степени Гораздо интереснее два других бойца Один из которых это гостевой персонаж игры Культовый и неподражаемый Фредди Крюгер Который, надо сказать, неплохо сюда вписывается и по образу, и по приемам Вообще играть за него довольно весело, и как ни крути А фигура главного кошмара детства в совокупности с одной из главных игр детства Это просто бальзам на душу любого ностальгирующего геймера Так же, как и следующий гостевой персонаж, ставший уже бальзамом для любого Sony Boy А именно, великий и ужасный Кратос Вы только гляньте, как органично этот брутальный убийца вписывается в общий сеттинг Да он сидит тут как влитой И тем приятнее, что он есть только в версиях игры для консолей от Sony И если вы хотите себе физический диск с полным набором вышеперечисленных героев Ищите вот такое издание с припиской Complete Edition Только тут вы найдете абсолютно всех бойцов и еще какие-то дополнительные костюмы Которые с обычной версии вам пришлось бы выкачивать из интернета за дополнительную плату Да и сами понимаете, поддержка серверов не вечна Мое издание снова российское, но снова без русского в самой игре Мануал цветной, но очень тоненький И ничего примечательного внутри нет Номер издания BLVS 01508 Продолжая тему жестокости и кровавой резни Не могу не вспомнить об еще одном персонаже Который начал свой путь на аркадных автоматах И потом пробираясь через консоли Те самые консоли, в которые мы играли когда-то Добрался таки до консоли PlayStation 3 И зовут этого персонажа Рик Тейлор Да, великий и ужасный сплаттерхаус нежданно-негаданно после долгого забвения появился на консолях седьмого поколения И может это и не стало триумфальным возвращением легендарной серии, но хорошим напоминанием о том, что есть такая игра, где перекачанный герой в маске местит монстров направо и налево, стала Причем, по задумке разработчиков, это именно ремейк первой части игры сплаттерхаус, вышедшей в 88 году Хотя, конечно, на первый взгляд, да и на все остальные взгляды, этого не скажешь Все же разница между этими играми кардинальна Но процесс, он в общих чертах тот же Мутузить кулаками, рубить ножами, расшибать дубинами разного рода монстров и демонов И делать это с жестокостью и всеми подробностями этого процесса Это всегда было и это осталось отличительной чертой серии Как и осталось отличительной чертой то, что эта игра совсем не простая и даже на уровне сложности изи вы будете довольно часто погибать при самых разных обстоятельствах И единственное, что тут реально помогает, это оружие Оно, как и в классических частях серии, имеет тут огромное значение С ним всегда воевать существенно проще Еще в игре присутствуют какие-никакие загадки и челленджи Например, иногда игра предлагает для того, чтобы пройти дальше, насадить нескольких монстров на... Ну, вы сами видите на что Или во время подъема на лифте защитить моторы этого лифта от демонов, которые пытаются их сломать Приятно, что про старых фанов Слаттерхауса разработчики все же помнили, создавая этот ремейк И для таковых тут есть некоторые геймплейные фишки И одна из них это периодический переход игры из трехмерной с видом от третьего лица в режим, что называется вид сбоку И при таком переходе иногда Рик произносит, как в старые добрые времена Ах, да, просто как в старые времена Ну правда это не так, играется совсем по-другому, хоть какие-то элементы и похожи А еще олдфагов и просто фанатов классических ужастиков могут порадовать некоторые отсылки Например, вот в этой старой котельной любой ребенок 90-х узнает те самую шляпу, свитер и разумеется перчатку Торчащую из тележки с какими-то останками Второй раз Фредди уже появляется в выпуске, хотя самой игры про него нет и в помине Вот уж действительно культовый персонаж Но кроме кино отсылок в самой игре просто масса отсылок к оригинальным играм серии То и дело узнаются локации, какие-то боссы, можно даже сразиться с Риком в красной маске на уровне с зеркалами И Рик в красной маске это тоже отсылка Но главный плюс этого издания и то, что делает его очень желанным для любого олдового геймера Это то, что происходит после девятой главы, а именно открываются все три части классического спаттерхауса И вот тут фанаты, конечно, должны ликовать Ведь это отличная возможность вспомнить или просто ознакомиться с теми частями, которые были пропущены ранее И при этом для этого не надо подключать старые консоли Или заказывать на eBay очень недешевые сегодня копии этих игр И не надо запускать эмуляторы и скачивать ромы Все официально, на любимой PS3 и в отличном качестве Жалко, правда, что нет на диске еще и спаттерхаус в анпаку граффити, выходившей эксклюзивно на Famicom Если не знаете, была и такая версия игры, некий спин-офф Если бы еще и ее добавили, то этот диск был бы абсолютно полной антологией серии спаттерхаус Хотя, по сути, он и так ей и является с такими-то бонусами Знаете, после такого количества кровища и разного рода жести Хочется вспомнить чего-нибудь доброе и жизнерадостное И, к счастью, не все легендарные герои умеют кромсать и разрывать на куски своих врагов Есть те, кто по-доброму и мило их съедает Как это делает, например, Pac-Man Да, тот самый Pac-Man, пожирающий шарики, вишенки и иногда привидения Еще на аркадных автоматах, а позже и на домашних консолях Предстал перед игроками и на так называемых консолях седьмого поколения Среди которых и PlayStation 3 И обе части игры Pac-Man Ghostly Adventures, основанные на одноименном мультсериале На самом деле между собой чрезвычайно похожи Первая часть это красивый платформер, в котором Pac-Man бегает по разным уровням Собирает шарики, прыгая с платформы на платформу Пожирает окружающих привидений И примеряет время от времени разные костюмы, дающие ему разные способности И угадайте, что он делает во второй? Да, абсолютно то же самое Даже графически игра практически ничем не отличается И их легко можно спутать Изменения становятся заметны лишь в деталях Новые локации, новые костюмы, дающие новые способности Какие-то небольшие геймплейные изменения Например, если в первой части Pac-Man при падении с обрыва Терял жизнь и начинал заново проходить с чекпоинта То во второй части при падении он теряет лишь одно сердечко И начинает на той же платформе, с которой и упал Что разумеется делает вторую часть гораздо дружелюбнее геймерам А в остальном в игре все прекрасно Она может и не совершенно в плане графики Но зато она цепляет своей простотой Отличным увлекательным геймплеем Яркими красками, очень бодрой музыкой И разного рода отсылочками, конечно Иногда, например, в полной мере На игре не узнается тот самый классический Pac-Man И я бы очень порекомендовал коллекционерам Поискать эту делогию к себе в коллекцию Все-таки и персонаж культовый, и игры вполне достойные Как видите, обе части у меня в российских изданиях Переведенные как Pac-Man в мире привидений Первая часть еще запечатана А заглянув в бокс со второй, ничего обычного там не видно Ни внутреннего арта, ни цвета в тонюсеньком мануале К сожалению, конечно Но зато внешне все выглядит симпатично Номера первой и второй частей PLES 01901 и 02-056 соответственно А сейчас предлагаю немного прерваться на уже ставшую Традиционную рубрику интересные комментарии И посмотрим, что к прошлому видео написали интересного вы Достопочтеннейшие зрители Первый комментарий, на который мне хотелось бы ответить Написал Александр Сигутов Или Сигутов, я не знаю как правило И звучит он вот так Посмотрел ролик «Аш-4 захода» При наличии почти всех знакомых игр Все равно было достаточно интересно С меня подписан Надеюсь когда-нибудь увидеть выпуск про гоночные игры на этой платформе Автору добра и всех благ Прежде всего спасибо за добрые слова Если ты смотрел предыдущие выпуски «Интересные PS3» Ты мог заметить, что я все равно стараюсь вставлять Хотя бы по одной гоночной игре выпуск Но делать целый выпуск на тему гонок Я боюсь, что конечно не буду Потому что он будет интересен только тем, кто любит этот жанр То есть гораздо более узконаправленная аудитория А я все-таки хочу показывать PS3 как консоль Которая может удовлетворить вкусы любителей всех жанров Кроме того, гонок на PS3 такое большое количество Что этот жанр может конкурировать Наверное только со спортом и с авиасимуляторами И я иногда даже не знаю какую гонку выбрать И давайте сделаем так Я, пожалуй, создам голосование в своей группе ВКонтакте В котором размещу несколько гонок Про которые я хотел бы рассказать Вы, естественно, найдете все ссылки в описании Так вот, вы перейдете, кому интересно Проголосуете за любимую игру И два лидера попадут в один из следующих выпусков обязательно Мне кажется, это неплохой вариант И я, по крайней мере, буду знать Про какие примерные гонки вы бы хотели увидеть Небольшой сюжет в одном из роликов Интересная PS3 Еще один момент, о котором написали мне очень многие Это, конечно же, моя ошибка Я ошибся в прошлом выпуске Когда перевел название бара в игре Кэтрин Если вдруг вы не понимаете, о чем я говорю Посмотрите третий выпуск интересной PS3 Да, конечно, Stray Ship Это не прямоходящая овца Это заблудшая или заблудившаяся Или блуждающая овца Понятное дело, конечно, это была моя ошибка И спасибо тем, кто это написал И спасибо за то, что добавили этому выпуску Некий познавательный элемент Английский язык — штука важная И последний на сегодня комментарий Но не последний интересный, конечно Это комментарий от Retro Stalker И он не то, чтобы сильно касается Консоли PS3, но подводит нас К еще одной интересной теме Кстати, на Nixbox 360 Есть издание Triple Pack Куда входят Outland, From Dust И Beyond Good and Evil HD Последнюю в HD можно поиграть только в этом издании Больше на физическом носителе нигде не выходило И почему я об этом заговорил? Да потому что на PS3 есть ряд игр Которые напрямую имеют отношение к нашей сегодняшней теме Но при этом не то, что на какой-то одной консоли Они вообще больше нигде не выходили И надо бы их где-то издать Потому что, ну вы сами понимаете Цифровая версия — это штука совсем ненадежная Сервера закрываются, лицензии заканчиваются И вот это вот все В общем, давайте я представлю вам сейчас ТОП-5 игр, которые по моему мнению Нужны нам на физических носителях Иначе их дальнейшая судьба неизвестна Погнали! Пятое место занимает игра Russian Attack Expatriot И да, это наследница той самой Russian Attack В которую мы с вами радостно играли в детстве Пыряя ножичком кучу, судя по всему, советских солдат Что, конечно, нехорошо, но в виртуальном мире не так страшно И тут перед нами снова вид сбоку И снова куча клюквы Но сама игра очень неплоха Это и экшен, и стелс, и платформер в одном лице А главное — последователь культовой игры детства А посему будет жаль, если она канет в небытие Четвертое место занимает Double Dragon Neon После всего того, что начало происходить в серии После культовой третьей части на NES Эта игра очень даже неплоха Да, конечно, не хватает родных сердцу пикселей Как и общей стилистики персонажей Но если не привередничать, это все-таки Double Dragon И он нужен нам на дисках Третье место с грохотом разносит Завсегдаты пресловутых многоигровок для Dendy Неугомонный Bomberman Но теперь уже на PS3 и других консолях И с припиской Ultra Если вы думаете, что эта игра не так уж и крута Попробуйте поиграть в нее в компании друзей Да, Bomberman Ultra определенно нужна нам в физическом воплощении Второе место занимает знакомый с детства Каждому Микки Маус и его Castle of Illusion Когда-то очень давно выходившие на платформах от SEGA Теперь же и платформа помощнее, и графика потрохмернее Но это все еще Castle of Illusion И да, она определенно нужна нам на дисках Ну и первое место в сегодняшней подборке игр, которые страшно потерять безвозвратно Это игра о приключениях Ракетного Рыцаря Она, в общем-то, так и называется Rocket Knight Adventure И это замечательный ремейк знаменитой 16-битной игры Но теперь с лучшей графикой и прочими наворотами современности Недостаток у нее, пожалуй, только один Ее невозможно купить в физической форме Только цифра Ну и куда это годится? Вот такой вышла подборочка из игр, за которые лично я очень боюсь Но давайте все-таки поменьше о грустном И для того, чтобы представить следующего персонажа, о котором пойдет речь Я снова обращусь к Сергею Супониму Не случайно фирма SEGA сделала эту игру своей торговой маркой, так сказать, визитной карточкой Всюду в мире рядом с надписью SEGA Вы встретите юркого человечка с синим панковским наворотом на голове И с удивлением узнаете, если еще не знали, что Соник по роду племени просто ежик У нас с вами представление об этом зверьке, как о неуклюжем и неповоротливом создании В исполнении программистов SEGA это какой-то вихрь чувств и способностей Может там у них ежики такие шустрые? Не знаю Да, человечек с синим панковским наворотом добрался-таки до консоли PlayStation 3 И сделал это еще и несколько раз И первым из них была игра Sonic the Hedgehog Первое, что мы видим, очень красивая заставка, больше напоминающая какую-нибудь Final Fantasy, нежели что-то про Соника Очередное видеоигровая принцесса, очередное ее похищение и в этот раз главным злодеем серии Эггманом И после такой красоты начинается, собственно, игра Они являются, когда вы подходите к ним близко, но и являются непреодолимым препятствием на вашем пути Но по поводу скоростей и мертвых петель, это, конечно, выводы преждевременные Довольно скоро вы узнаете, что из такого игрового режима при помощи получения разных заданий и нахождения порталов Можно попадать в более привычные для серии уровни Но и там происходит беда Управляется Sonic из рук вам плохо Даже взять кольца на ходу становится проблемой Игра выглядит хорошо только тогда, когда играет сама в себя Но как только после очередных мертвых петель вы снова начинаете управлять Соником, боль возвращается А ведь тут еще и жизни есть, и задания выполнять надо А еще в этой игре меня лично ужасно бесит инвертированное управление камерой, которое просто невозможно поменять Ну как такое можно было сделать? В общем, добавлять эту игру в свою подборку, если и надо, то только либо фанатам Соника, либо коллекционерам При этом дизайн обложки выглядит очень даже приятно Я бы даже сказал, что вообще этот диск красивый, причем не только снаружи, но и внутри Посмотрите, какой тут шикарный арт Был бы еще и мануал цветной, вообще было бы топовое издание А номер у него BLES00028 Совсем прям ранняя игрушка, как видите А следующая игра, имеющая отношение к легендарной серии Соник Sonic Unleashed И снова на себя с первых же кадров обращает внимание очень красивая заставка При этом еще и интересная И в этой заставке показывают, что во-первых, Эггман раскалывает землю на куски А во-вторых, Соник заболевает ликантропией, то есть становится оборотнем И именно этот факт добавляет в игру новые примеси Теперь помимо РПГ составляющей, которая была еще в прошлой части И помимо тех самых уровней, где вам, как обычно, надо быстро бежать Перепрыгивая через ямы и минуя всяческие мертвые петли Игра иногда становится практически слэшером Это происходит как раз в тот самый момент, когда Соник превращается в какое-то нечто с клыками и мощными руками Этими ручищами он и раздает многочисленным врагам А еще этими длинными руками монструозный Соник может цепляться за разные уступы и столбы И иногда этот процесс довольно сильно напоминает такую игру, как Рестарт И этот факт тоже любопытен, ведь Рестарт в свое время делала Соник Тим Да и вообще корни этой игры лежат где-то там же, где и у синего ежа Но, возвращаясь к Соник Анлиш, не сказать, чтобы эта игра была намного лучше предыдущей Проблемы с управлением все еще присутствуют Да и графика недалеко ушла вперед Но все же, если выбирать, эта игра больше достойна внимания и как Соник, и как игра в общем понятии Обложка у этого диска уже, правда, к сожалению, не так хороша в плане дизайна, как у предыдущего Но все равно все на уровне Внутренний арт тоже присутствует Мануал по-прежнему не цветной, а номер у издания BLES00425 Ну и уж точно гораздо большего внимания достойна следующая игра, а именно Sonic Generations И вот тут уже чувствуется совсем иной уровень реализации И слово поколение, а именно так переводится слово Generations Под заголовки игры неспроста Разработчики, видимо устав от того, что OldFaggios принимают только двухмерных Соников А в школоте подавать трехмерный микрофон Решили объединить поколение геймеров одной игрой И в принципе у них все получилось Серия наконец избавилась от нелепой РПГ составляющей, от слэшера и от других ненужных примесей И наконец представила геймерам то, что они от серии и хотят видеть Динамику и драйв Причем в двух вариантах Классическом двухмерном и навороченном трехмерном И там и там все работает почти отлично Почти, потому что в случае с классикой графика все-таки не спрайтовая, как было ранее И это немного бьет по глазам, особенно на высоких скоростях Превращая все происходящее в небольшую мешанину А в случае с 3D уровнями визуально все гораздо комфортнее Но ради этого комфорта, судя по всему, пришлось пожертвовать геймплеем Из-за чего не чувствуется полного контроля над Соником Игра немного, что называется, опять же играет сама в себя Зато выглядит, конечно, все это действие на экране эффектно У меня вот такое, обычное издание Выходило еще издание в картонном рукаве, но я таковым пока не обзавелся Зато гляньте, какая приятная у игры обложка Сразу видно, что это какой-то кроссовер между новым и старым Сониками И все это на фоне таких знакомых с детства зеленых холмов Эти холмы еще и внутри изображены, но уже не в цвете Не в цвете и внутренности мануала по обыкновению Номер издания BLES 01236 Но, разумеется, Соник, как персонаж культовый и привлекающий огромное количество людей Просто не мог появиться на консолях в виде персонажа той самой смеси RPG, не пойми с чем Или обычного платформера И в следующих двух играх он становится гонщиком Игра Sonic & Sega All-Stars Racing это один из многочисленных клонов легендарной серии Mario Kart Но тут, как вы понимаете, персонажи сугубо сеговские В остальном, да, это гонки, в которых надо не только соревноваться в скоростях Но и всячески мешать соперникам достигнуть финиша раньше, чем вы И этот процесс, надо признать, невероятно веселый Время за игрой пролетает просто незаметно Но еще более незаметно оно пролетает вот за этой игрой Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed И это, на первый взгляд, все та же игра, что и раньше По крайней мере, по концепции Но тут есть существенное отличие Теперь ваш транспорт может трансформироваться В зависимости от ландшафта Впереди вода, управляйте лодкой А если вдруг какой-нибудь большой обрыв или трамплин Глазом моргнуть не успеете, как окажетесь за штурвалом какого-нибудь летательного средства И по-прежнему играть в это крайне весело, да и выглядит игра классно А еще бывалым геймерам на утеху эта игра обладает огромным количеством отсылок Не только в виде известных сеговских персонажей, но и в виде локаций, по которым вы гоняете И музыки на этих локациях Если вы олдфак, вы без труда узнаете миры из таких игр, как, например, Afterburner Или Shinobi Или Golden Axe Ну разве это не круто? Кроме того, в игре есть масса интересных режимов Помимо стандартных соревновательных заездов Какая-никакая прокачка ваших героев И еще много-много разнообразного развлекательного контента Все для того, чтобы играть было интересно У меня есть английское издание этой игры В России она выходила еще с русской обложкой, но сама игра, кстати, локализована не была А вот эта надпись Limited Edition это не что иное, как простая замануха Обычного издания попросту не бывает Хотя сама эта игра совсем не часто встречается в своем физическом воплощении В отличие от предыдущего рейтинга, у которого внутри был красивый арт, у этого Limited Edition внутри белое ничто А мануалы у обоих игр стандартно не цветные Но все равно, если выбирать между этими двумя, я бы предпочел вторую Но вообще оба экземпляра красивы Номера изданий сейчас на ваших экранах Но гонки это не единственное ремесло, которое освоил Sonic И на консоли PS3 можно встретить его еще в одном амплуа Амплуа спортсмена, а точнее теннисиста в игре SEGA Superstars Tennis Да, теперь разработчики предлагают поиграть в теннис Но не совсем обычный, а такой, где теннисисты Это, как и в случае с гонками, герои абсолютно разных игр от SEGA И на первый взгляд это может показаться скучным Мол, теннис, ну куда это все годится И если я захочу поиграть в теннис Я лучше запущу какой-нибудь Top Spin или Virtua Tennis Но, конечно, в случае с Sonic все не так просто Как и в упомянутых ранее гонках, это все еще целая энциклопедия SEGA-овских миров Матчи в этой игре происходят на локациях все тех же культовых франшиз, что и ранее Персонажи, которыми можно играть и которые открываются по мере прохождения Тоже знакомы каждому, кто когда-то зависал днями и ночами за SEGA-ами всех возможных поколений И помимо обычных теннисных матчей Ну, почти обычных, без всяких суперспособностей тут тоже не обошлось Ну, в общем, помимо теннисных матчей, тут еще, разумеется, полно разных челленджей и мини-игр И что самое главное, проводить время за SEGA Superstars Tennis при условии, что вы втянетесь, ну, очень весело Выглядит игра вот так На обложке, разумеется, Sonic в компании других персонажей Внутри опять есть цветной принт И опять, как же это надоело, не цветной мануал Но, в любом случае, игра эта рекомендуется всем Она хороша Номер издания BLES 00232 И, вроде бы, это все игры с синим ежом на обложке, которые выходили на PS3 Но, разумеется, есть еще небольшой нюанс В Америке выходил еще вот такой сборник под названием Sonic's Ultimate Genesis Collection Это не то, чтобы игра про Соника, но на обложке именно он Но в Европе этот сборник уже выходил под названием SEGA Mega Drive Ultimate Collection И никакого Соника, как видите, на обложке уже нет Хотя сам сборник – это неимоверное сокровище для всех любителей старого доброго мега-драйва и ретро-гейминга в целом Сколько же тут годных игр, даривших детям 90-х, сотни и тысяч часов невероятных приключений Красивейший и медитативный эко в двух частях своих подводных странствий Неподражаемая и великая Comic Zone Классическая Altered Beast Разнообразный и атмосферный платформер Chameleon Hit Фэнтезийная классика GoldenExt в трех сериях Мистическая и колоритная третья часть Shinobi Конечно же, все 16-битные Соники, куда же без них родимых с головоломкой доктор-работник придачу Технологичная делогия Vector Man И еще много-много всего того прекрасного, что дала нам Mega Drive А кроме того, в качестве открываемого контента, интервью с сотрудниками Sega и еще несколько игрушек с аркадных автоматов И почти неизвестные у нас в те годы консоли Sega Master System И это все тот же Shinobi, только уже первая часть И Zelda-подобная GoldenExt Warrior И самая первая Fantasy Star Ну, в общем, играть не переиграть И что самое главное, все это официально издано Это ли не прелесть? И да, издание с Соником на обложке мне нравится немного больше Ну и тут все, в общем-то, хорошо Может, Соника и нет, но надпись Mega Drive для меня звучит как-то роднее, чем заокеанский Genesis Тут же мы видим надпись, говорящую о том, что в этой коллекции более 40 классических игр И кучу стартовых экранов из этих игр Внутри есть принт все с теми же картинками И мануал не цветной, но информативный Тут и полный список игр, и управление в некоторых конкретных играх Есть что почитать Номер этого издания BLES 00475 Любопытный факт для коллекционеров За предзаказ этого сборника в одном из европейских магазинов Можно было получить виниловую пластинку с шестью треками из шести разных игр на борту Сейчас такая пластинка, как вы можете видеть, стоит уже вполне приличных денег И приличных денег, пусть и не таких, конечно, стоит следующая игра для PlayStation 3 У которой, кстати, саундтрек идет уже с каждым изданием И это игра из серии River City А точнее, River City Super Sports Challenge All-Stars Special Вот Да, знаменитые головастые бандиты из River City добрались и до консоли PlayStation 3 Причем практически эксклюзивно Нет, конечно, игра с таким названием выходила и на Nintendo DS Но там она выглядела совсем по-другому А вот так, как положено настоящей Niketsu Ну, то есть River City Так игра выглядит только на PS3 И на Windows еще Но для ПК эта игра выходила только в американских цифровых магазинах Я уверен, что многие из вас провели немало часов в виртуальных уличных драках И спортивных состязаниях без правил с участием этих головастиков Впрочем, и я тоже И тут от чуда все повторяется Причем практически возвращая нас к оригиналу в визуальном плане Смотрите, с какой любовью создатели перенесли этих пиксельных персонажей В уже объемный и похорошевший визуальный мир Да и в плане стилистики игра никуда не уходила Это все тот же спорт, но такой, в котором уж очень приветствуется неспортивное поведение И в каком бы состязании вы не принимали участие, всегда важно помнить Не получается догнать соперника честным путем Хватайте в руку подвернувшийся кирпич, уж он вероятнее всего догонит А если найдете еще троих друзей, можете устраивать состязание вчетвером Уверен, удовольствие фана будет в море Правда, есть сложность, сейчас найти эту игру крайне непросто Особенно вот такое азиатское издание третьего региона, в котором присутствует английский язык Да и как я уже сказал, стоит оно не дешево Даже при условии, что найдете Но если захотелось, все возможно Зато бонусом к каждой копии прилагается тот самый саундтрек, о котором тоже уже сказал 32 композиции, многие из которых знакомы бывалым геймерам с детских лет Все эти мелодии, кстати, содержатся еще и на диске с игрой в меню Так что для их прослушивания открывать этот красивый конверт вовсе не обязательно А вот мануал полистать стоит Он цветной, красивый и очень информативный Вот бы все такие были Номер этого издания BLAS 5813 И давайте продолжать тему спорта, но на этот раз уже более классического Если вы помните такую фразу, как бум-шакалака, то вы уже поняли, что на очереди у нас NBA Jam Сложно найти того, кто хотя бы раз не сталкивался с NBA Jam Знаменитый аркадный хит, впоследствии перебравшийся сначала на 16-битные консоли от Sega и Nintendo И проделавший путь через все поколения абсолютно разных платформ Чтобы добраться до 7-го поколения и осесть на Xbox 360 и PlayStation 3 И пока что да, это, к сожалению, последняя игра в серии, но она все так же хороша Все те же баскетбольные поединки 2 на 2 за знаменитые команды и знаменитых же игроков, чьи лица так хорошо узнаваемы Ведь по обыкновению серия NBA Jam славится непропорционально большими головами Благодаря такой физической особенности происходящее выглядит довольно комично И нивелирует всю серьезность такого большого и дорогого спорта, как баскетбол Из-за чего игровой процесс становится легким и непринужденным А смешные комментарии, сделанные знаменитым голосом Тима Китцроу Того самого, что мы слышали еще в самых ранних играх серии, добавляют в процессу еще и хорошую порцию ностальгии Каких-то очень примечательных особенностей у издания, увы, нет Разве что можно с легкостью понять, родной ли бокс у вашей копии или его меняли Сделать это можно благодаря вот такой наклейке с логотипом NBA на лицевой стороне В остальном все стандартно Внутри никакого арта, мануал в ЧБ, зато обложка красивая И игра, конечно, классная, иметь у себя можно и нужно А теперь по обыкновению я чуть более подробно расскажу об игре, которая, на мой взгляд, достойна стать игрой этого выпуска И вы, конечно, видели превью к этому видео и понимаете, что я говорю об игре DuckTales И достойна она этого не только из-за своего качества, с которым абсолютно все в порядке, но и потому, что если бы не один из дисков, которые я держу в руках, с ней случилось бы именно то, о чем я уже сегодня говорил Она превратилась бы в цифровой код, витающий где-то в интернете и доступный тем, кто любит заморачиваться с разными образами дисков, прошивками и подобными вещами Официально же эту игру купить уже нельзя И хорошо, что для PlayStation 3 она была издана хотя бы вот в таком вот виде То есть желающие могут еще себе найти физическую копию И это как раз тот самый случай, когда я с твердостью могу сказать, почему я покупаю игры на физических носителях Несмотря на то, что они занимают место и собирают пыль Но, прежде чем приступить к рассказу об этой ремастер-версии, я хочу снова обратиться к Сергею Супоневу, чтобы вспомнить, чем являлась оригинальная DuckTales После того, как этот мультфильм показали по телевидению, дядюшка Скрудж со своими племянниками стал любимым героем для миллионов ребят А потому и видеоигра DuckTales сразу пришлась по душе Забегая вперед, скажем, что по результатам сентябрьских опросов она занимает четвертое место, уступая лишь черепашкам по фамилии Ниндзя и терминатору номер два Несмотря на свой преклонный возраст, дядюшка Скрудж довольно ловко скачет по лесу, успевая лупить по головам агрессивных обезьян, норовящих отнять с него и без того слабые силы пенсионера Ну что же, о черепашках по фамилии Ниндзя я рассказывал в прошлых выпусках Терминатор номер два на PS3 не существует А вот сил пенсионера у дядюшки Скруджа хватило на то, чтобы допрыгать по головам агрессивных обезьян аж до 2013 года Когда и появился снова на наших экранах в DuckTales ремастер И это, конечно, был одновременный хит и событие Хит, потому что моментально об игре заговорили все геймеры старше 25, а событие, потому что тогда казалось, что это первая ласточка новой волны возрождений И обязательно в скором времени появится и ремастер-версия второй части тех же утиных историй И затем и любимые Чипы Дейл обретут вторую жизнь А за ними и черный плащ И вот это все любимое диснеевско-кэпкомское Но нет, чуда не произошло и остался DuckTales один одинешенек вот в такой красивой обертке А выглядеть игра стала, конечно, что ни говори, шикарно И если раньше для того, чтобы с еще большим удовольствием играть в утильные истории воображению приходилось дорисовывать какие-то детали в голове То теперь воображать уже нечего Картинка как никогда близка к тому самому мультсериалу, о котором сказал Супонев Даже несмотря на то, что спрайтовыми в игре остались только персонажи А все фаны и уровни в целом были полностью построены при помощи 3D-графики При беглом взгляде на игру вам может показаться, что графика это единственное существенное изменение И взяв в руки геймпад, вы по старой памяти быстренько преодолеете сейчас все пять уровней Утрете нос вечному сопернику Скруджа Флингхарту Глунгольту в конце И со спокойной совестью пойдете играть во что-нибудь другое Но разумеется, получать лицензию на такую культовую франшизу и полностью перерабатывать игру для того, чтобы проходилась она за полчаса В 2013 году не имело бы смысла А посему небезызвестные ребята из WayForward, пораскинув мозгами Растянули процесс прохождения игры на 2-3 часа путем добавления как и нового контента Так и новых событий и задач в уже знакомых локациях Во-первых, простой, казалось бы, сюжет, в котором старый селезень отправляется на поиски разнообразных сокровищ для своей коллекции Заметно расширили и начали подавать путем гораздо большего количества диалогов Которые, во-первых, довольно неспешные, а во-вторых, не самым легким способом пропускаются Для этого надо каждый раз заходить в меню и нажимать соответствующую опцию на экране Во-вторых, уровней теперь стало не пять, как было раньше, а на целых два больше Первым из новых стал обучающий, в котором знаменитая банда братьев Гавс пытается ограбить хранилище Скруджа И второй добавленной локацией стало жерло вулкана в самом конце игры, в котором обитает колдунья магика Которую, думаю, представлять не надо Кстати, уровень этот довольно сложный и легко может заставить попотеть И вообще игра получилась не самой простой в прохождении Казалось бы, мышечная и зрительная память должны быть хорошими помощниками в этом деле Но, тем не менее, когда вы начнете играть, быстро придет понимание того, что и сами знакомые уже по оригиналу локации существенно так переделали и дополнили Теперь, чтобы пройти уровень, мало просто найти нужный путь к его выходу В Амазонке, например, нужно собрать определенное количество монет, разбросанных по всей карте Которая, кстати, тоже стала нововведением в этой игре И лишь после сбора этих монет откроется и вторая часть уровня После чего уже будет битва с боссом Тоже изрядно переработанная, кстати говоря Хотя боссами выступают все те же монстры, что и ранее Мрачная трансферевания тоже была изрядно переработана не только в визуальной своей составляющей И хоть тут никаких монет собирать не надо, зато надо собрать три части какой-то древней рукописи И плюс ко всему найти те же зеркала прохода, что и раньше Которые, в свою очередь, ведут и к еще одному дополненному эпизоду По катушкам на шахтерских тележках по рельсам Что делает процесс еще более разнообразным и интересным Босс уровня все та же ведьма-магика, выучившая, правда, парочку новых заклинаний Уровень в африканских шахтах начинается с сюжетной вставки, рассказывающей о том, как со своих рабочих мест сбегает толпа работников шахты Рассказывая о том, что там внизу постоянно слышны какие-то страшные голоса призраков Изрядно изучив уровень, как на своих двоих, так и внутри, опять же, шахтерских тележек Скруджу становится понятно, что причиной этих голосов являются никакие не призраки А старый подземный народ, чей король и становится главным противником на этом уровне В Гималайских горах, на уровне, который бесил в свое время, наверное, всех Вам необходимо найти три части от самолета, чтобы починить тот самый самолет, который потерпел крушение Без этого первую половину уровня не покинуть А во второй половине можно полетать на крыле самолетов под артиллерийским огнем братьями Гавс Который по вам ведет гадский Глангольд И это тоже существенное дополнение к стандартному геймплею Босс, сильно прибавивший в размерах снежный человек, который, как выясняется позже, еще и женского пола То есть проблем, как вы понимаете, становится в два раза больше Ну и, конечно, первая часть утиных историй не запала бы такому огромному количеству геймеров в душу так глубоко Если бы не тот самый уровень на Луне Да, Земли старому селезню оказалось мало И следующий уровень Луна, на которую приземлился не только МакДак, но и целый инопланетный корабль с полчищами инопланетян на борту Тут же можно встретить еще и Гизма Дака, детали для которого и придется найти для начала Помните такого персонажа? Тогда казалось, что передвигаться таким способом, как это делает эта утка, невозможно Сейчас же моноколеса – обыденная вещь Фантастика! Сам же уровень все так же хорош и интересен, и все так же существенно переработан И все так же по его окончанию придется воевать с лунной зубастой крысой, охраняющей редчайший лунно-зеленый сверху И вот уже после прохождения всех этих испытаний открывается уже упомянутый новый уровень в жерле вулкана После которого надо не только победить утку Дракулу, призванного Магикой И поединок с которым я бы простым на самом деле не назвал бы Ну и после всего этого как можно скорее добраться до главного талисмана дядюшки Скрутша Его первого заработанного цента, который очень хотят заполучить Магика и Глангольд И вот когда первый цент в руках у МакДака, тогда уже игра и заканчивается И тогда же появляется все то же чувство, которое появлялось и когда-то тогда Во времена, когда деревья, что называется, были большими Чувство пережитого приключения, очень непростого приключения Где-то заставляющего вытирать пот со лба и тратить нервные клетки, но все же приключения И создавая этот по сути даже не ремастер, а ремейк культовой игры Ребята из WayForward отнеслись не только с уважением к оригиналу Но и дополнили его отличными фишками и идеями А еще и существенно приукрасили деталями и проработкой всего и вся Уровни стали необычайно красивы, краски еще ярче Музыка под предводительством знаменитого Джейка Кауфмана тоже приобрела Новое актуальное звучание В общем, перед взором игроков всего мира предстал прекрасный образец того Как надо делать ремейки классики Ну, если их вообще надо делать, конечно И да, главное-то, что подарили нам бейфорвардовцы Это возможность наконец-то буквально ощутить на себе все прелести купания В золотохранилище Скруджа Сколько радости и веселье, пусть и ненадолго, конечно, может тут подарить этот процесс Прекрасная процедура после долгого и сложного рабочего дня А еще на радость всем закоренелым фанатам на собранные алмазы можно пооткрывать разные арты, мелодии и прочие плюшечки Рассказывающие о том, как создавался этот ремейк и как преображалась игра И это тоже очень приятный бонус В целом, если спросите меня, я, конечно, был бы рад тенденции продолжать делать вот такие ремейки И с огромным удовольствием поиграл бы и в те же Чипы Дейл и в Тоже Черный Плащ Но, наверное, уже не в этой вселенной Остается только порадоваться, что на свет появилась хотя бы эта игра И взгрустнуть, что официально она уже, увы, в прошлом И если вы захотите купить ее себе в коллекцию Единственный способ это сделать — найти один из таких вот дисков американского или европейского региона Отличия между этими изданиями минимальны И видны только тогда, когда эти коробочки находятся в открытом состоянии В Европе внутри присутствует вот такая небольшая вкладочка Которая даже и мануалом-то не является А в Америке вся техническая информация напечатана на внутренней стороне обложки В остальном, какую из копий иметь, на мой взгляд, разница несущественная В любом случае наличие любой из них, думаю, будет греть душ любого человека Имеющего какую-никакую игровую коллекцию Номер игры в Европе — BLES 01-969 А в Америке — BLUS 31-368 И вот сейчас, после рассказа о ремейке одной из самых главных игр 90-х Я, пожалуй, буду заканчивать Конечно, есть еще игры, которые подходят под сегодняшнюю тематику Я думаю, что будет еще выпуск на эту тему, но как-нибудь попозже Но мне еще есть во что поиграть Вам, я думаю, есть еще что найти себе в коллекцию Поэтому, если вам понравилось все, что вы увидели, вы, конечно, знаете, что делать Не понравилось, вы тоже знаете, что делать В любом случае проявляете какую-то активность Но самые последние слова я сегодня, пожалуй, снова предоставлю Сергею Супоневу При нашей сложной жизни, при тех передрягах, которые выпадают на долю каждого из нас В одном можно быть уверенным твердо Пока в мире есть электричество Мир новой реальности открыт для всех Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok